Чеченская Республика по праву считается одним из самых красивых регионов России. С этим сложно не согласиться. Это с каждым годом подтверждают тысячи туристов, что стремятся увидеть эту первозданную красоту природы региона и вдоволь насладиться кавказским гостеприимством. Количество туристов Чеченской Республики с каждым годом увеличивается. Показатели прошлого года били рекорды. За 9 месяцев Чеченскую Республику посетили более 180 тысяч туристов. Мы вчера поездили по трем мечетям. Очень поразила белая мечеть. Там невероятно волшебная атмосфера. И очень красиво, особенно вечером, когда подсветка. Замечательные отношения. Нас все подкармливают, дают что-то пробовать. Очень услужливые, показывают, где, как и куда добраться. Я, если честно, не ожидала такого. Мне было страшновато ехать одной, хотя очень хотелось. Поэтому я приехала именно с группой. Все на работе тоже боялись меня отпускать. Думали, что я здесь останусь. И совершенно другое отношение. Здесь все очень комфортно. Это больше, наверное, европейский город. Очень чисто красиво. И здесь совершенно можно спокойно одной ходить. И ничего не страшно. Первый день у нас была обзорная экскурсия по Грозному. Затем на следующий день мы поехали на озеро Кизиной-Ам, по-моему, называется. Нас там на катере покатали по озеру. Ребята, природа очень шикарная, красивая, понравилась. Но мы много где вообще бывали, потому что мы везде по России ездим. Ну, в Грозный, конечно, немножко опасались ездить. Вот. Но очень понравилось. И, конечно, наши все вот эти сомнения, волнения, все развеялось. Потому что здесь очень дружелюбный народ. Как бы каждый пытается помочь. Даже вот женщины себя почувствовали. Потому что там мы у себя редко ходим в длинных платьях. А тут, когда сюда ехали, думали, ну вот почему же мы должны ходить в этих длинных платьях. А когда приехали, одели, и не хочется снимать. Вообще уезжать не хочется. Мне очень понравилась мечеть, район Шали, да? Вот. Очень понравилась вечерняя подсветка. Меня очень тронуло вот этот момент, когда начинается молитва у мусульман. И как большие толпы людей скапливаются вот в этом эпицентре вместе. Очень красиво и берет за душу. И очень мне понравились люди, которые здесь. Я давно хотела посетить Чеченскую республику, но как-то было страшно. Вот эти стереотипы, что здесь опасно, воруют женщин. Но, конечно, они развеялись. Здесь очень приятные люди, очень доброжелательные. Все хотят помочь. Все открыты к общению, все угощают. Нет, мне очень понравилось. Ни одного отрицательного человека за всю поездку я не встретила. Кизиной, все мечети объездили полностью, рестораны посетили. Все просто очень на высшем уровне. Я даже не представляла, что я сюда поеду, честно. А сейчас я еще вернусь. И буду советовать друзьям. Шали, очень хороший городочек такой, понравился. Но Грозный тоже город такой. Это и вечером, и утром, и днем были в нем. Вечером красиво, подсветка красива очень везде. В центре особенная. Пробоваете сейчас национальную кушку? Да. Жижик. Понравилось вам? Ну так, что-то такое есть. Мы ездили в Гудырмес на озеро Кезиной. В Грозный, конечно же, в Грозный сити. Поднимались в ресторан Купол. А где именно вам понравилось больше? Больше мне понравилось на озере. Потому что Кезиной, да. Вообще не ожидала увидеть, там такой курорт. Потрясающе. Думала, тут все с автоматами ходят. И такие суровые все. Нет, на самом деле оказалось, что все так спокойно, свободно. Мы вечером ходили одни. И никто не обижал. И всех готовы были помочь. Очень здорово. Конечно, огромное впечатление произвела мечеть в Шали. Потому что мы попали как раз на вечернюю подсветку и вечернюю службу. Очень впечатлена. Очень добродушно, дружелюбно. Ну, как и ожидалось. В общем-то, а лаверды. Потому что мы, питерцы, тоже очень гостеприимные и добродушные. Просто пока один восторг и восхищение. Чистотой, красотой. Ну, видимо, еще попала в такой вот сезон роз и цветов, и солнца. Очень понравилось.